Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы с вами поиграем в такую игру, как Телезвипер. Это игра наподобие игры Сапёра. Сейчас я кратко и быстро объясню, что здесь нужно делать. Вот у нас есть вот эта единичка. Мы берём вокруг неё квадрат. Получается, вокруг неё всего одна мина, потому что он показывает, что у него одна мина. Вокруг этой двоечки две мины. Он берёт тоже квадрат. Получается здесь и здесь у нас есть мины. Теперь берём от этой единички тоже квадрат. Мы видим, что у нас тут стоит мина. А значит здесь у нас мин нет. От троечки стоит три мины. У нас не здесь ни два квадрата, поэтому это две мины. Вкратце я рассказал, как нужно играть. Сейчас мы постараемся пройти вот этот уровень. Играю я на лёгком уровне. Потом, когда я пройду всю кампанию на лёгком уровне, я постараюсь перебраться на более сложный. Сейчас у меня стоит такой выбор, что мне нужно узнать, где у меня есть мина, а где их нет. Отлично. Я просто наугад сейчас ткнул. Я буду играть. Надеюсь, по сути игры вы поняли, как это происходит всё. Надеюсь, понятно, как это всё происходит. Это игра у нас из стима. Она платная. Стоит она 200 рублей. По этой игре будут выходить, может быть, ролики. Иногда я буду проводить стрим. И по этой игре будет выходить стрим. Вот. В этой игре иногда бывают такие ситуации, когда нужно проходить наугад. Но все эти ситуации, они бывают очень редко. Это... Сейчас я хочу рассказать про суть, что будет выходить на моём канале. На моём канале будут выходить такие видео, подобные какой-то ностальгической темы. То есть, будут выходить не новые видео, а что-то подобное из 2010-2005 даже могут быть. Вот. Я надеюсь, что такая тема вам понравится. И я с удовольствием буду снимать и дальше. Нас отсоединяется ещё около 50 мин. Из них только я разгадал 23 мины. Потому что карты у нас огромные. Вот у нас всё это поле, оно всё ещё не взаимодействовало. Я постараюсь, что чем быстрее мы пройдём, тем лучше. Когда-то... Это уже девятый по счёту уровень. Получается, я прошёл другие 8. Осталось 47 мин. Так. Вот это у нас... Нет, у нас не три бомбы. Это я поторопился с вводом. Получается, это у нас либо это мины, а вот тут уже... А, нет. У нас можно от единички сейчас всё было продумать. Так, это мина. Согласно всему этому, значит, вот это у нас мина. Это не может быть миной, потому что... Объясняю. Если бы здесь была мина, то у тройки стояла бы не тройка, а четвёрка. При этом стоит тройка, значит, здесь мины просто быть не могло. Вот. Так. Теперь мы берём... Вот тут я даже не знаю, как можно сыграть, потому что здесь играется чисто непонятно как. Отлично, я догадался где. Ну, это можно было сказать, просто я случайно как-то ударил. Вот. Так, продолжаем. Продолжаем. Тройка. Стоит тройка, двойка. Получается, из этих двух это что-то из мин. Как догадаться, я не знаю. А, получается, так и так не может быть. Так, стоит двойка. Это либо это мина. Так, давайте очистим. А, на. Это очень сложно догадаться, вот честное слово. Что из этого может быть? Вот это может быть миной, и это может быть миной. Это не может быть миной. Так, я просто не знаю, что здесь делать. Это очень трудно. Так, ну, понятно, что единица. А, если единица, значит у нас это вот так вот. Фух. Так, если единица. Отлично, теперь мы можем разгадать. Вот здесь у нас стоит мина, здесь мины нет. Тут стоит мина, здесь мины нет. Отлично, мы разгадали угол. И теперь продвигаемся дальше. У нас осталось 41 мина. Это довольно-таки много. Так. Здесь мина, значит здесь мины нет. И здесь мина. Вот, а сейчас продолжим. Тут мины есть, тут мины нет, мины нет и мины нет. А, а, тут мины нет, тут мины есть. И здесь мины тоже присутствуют, а тут мины нет. Получается, как отлично у нас все падает. У нас здесь 35 мин. Больше половины мы уже разгадали. Если вдруг кто-то еще не понял, вы можете спросить в комментариях, либо я сейчас вам отвечу, как это. Зря я поспешил. Вот так вот у нас получилось, что я сделал неправильно. Ну, давайте я объясню, что ли, тогда на самом легком уровне, на котором я проходил за 2 минуты. Вот. Тут всего вот небольшое поле. Начинаем мы примерно отсюда. Ну и, конечно, это пока нам ничего не дает. Вот это уже отлично. Здесь у нас присутствуют мины, здесь мины нет. Так, 2 мины, значит, здесь мины есть, тут мины нет. Вот. Итак. Сейчас. У нас всего на этом поле 12 мин. Я постараюсь еще раз объяснить. Вот тут, либо тут у нас стоят мины. Тут мины нет, в этом я уверен. Здесь мин тоже не могут быть. Так. Почему-то я склоняюсь, что вот в этом поле есть мина, а в этом нет. И я, увы, не угадал, потому что вот это реально делается непонятно как. Можно было гадать, но я также мог попасть на... Вот, все. Теперь точно все будет прекрасно. Вот, вот и на съедничке берем квадрат. Если бы здесь были незакрашенные поля, так у нас открыты, получается у нас остается одна клетка, и одна клетка это одна мина. Получается, что вот это у нас и была наша мина. Так. А как вот это опять же? Ага, вот у нас у троечки три клетки берем квадрат просто. И как раз три клетки остаются, это три мины. Так. Вот эта двойка, она захватывает у нас квадрат. Получается, мина раз, мина два, значит, две мины. Значит, это и это у нас просто не могут быть минами. У нас остается семь бомб. Вот это тоже одна бомба. Мы берем квадрат, и это у нас является бомбой. И здесь у нас тоже бомба, потому что, ну, бордюрчик мы уже не забираем, потому что это просто текстурка. И вот у нас остается как бы квадрат, даже без одной клетки. И получается, что вот у нас это, оно не падает вниз, не разбивается, только вот эти частички. И получается, что у нас остается порядком пяти, уже четырех бомб. Вот. Если вы все же не поймете, как проходить эту игру, я в подробностях могу еще о ней рассказать. У нас будут проходить стримы по ней, и у нас остается две бомбы. Две бомбы. Получается, вот еще одна бомба. И это не бомба. Все, победа. Я побил свой рекорд на 22 секунды. На этом видео сегодня подойдет к концу. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до следующих в игрушечках. Всем до встречи и всем пока.